Неспособность к диалогу, нежелание слышать и понимать приводят к тому, что в качестве безоговорочных аргументов используется только грубая сила. Одни женщины с этим свыкаются, другие бегут из дома, прихватив с собой детей. Иногда именно это решение сохраняет им жизнь и помогает таким битым женам в кризисных центрах. У нас в гостях директор приюта для жертв бытового насилия Араша, психолог Маргарита Ускимбаева. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Казахстанцы, Маргарита, обсуждают видео, где священнослужитель по-своему толкует полномочия мужчин в решении семейных конфликтов. Как вы считаете, может ли такая трактовка развязать руки тиранам-мужчинам? Однозначно да. На самом деле мы в прошлом году закончили гендерное исследование на тему положения женщин и девочек в контексте религиозной ситуации в Казахстане. И тогда, конечно, мы руководствовались основным феминистским тезисом относительно природы насилия, относительно природы и психологии насилия. И существует два типа насилия. Это культурное и структурное насилие. Такое структурное насилие как раз это вид насилия, которое осуществляют определенные институты. И в данном случае в этом контексте можем говорить о том, что религия как социальный институт, организованный, тоже является неким институтом подавления. Но некоторые священнослужители, возможно, в силу своей ограниченности, своей какой-то гендерной принадлежности, могут очень вольно трактовать природу отношений между мужчиной и женщиной и навязывать определенные гендерные стереотипы о том, что мужчина лучше должен доминировать, что он сильнее, что он главный в семье. А женщина должна подчиняться и быть очень покладистой, терпеть насилие таким образом. Насколько распространено решение проблем и конфликтов посредством кулаков? Я боюсь, что очень сильно распространено. Дело в том, что в крайних случаях женщины обращаются за помощью в полицию, потому что они долго-долго терпят. В нашем приюте, например, была женщина, которая 8 раз покидала дом, убегала буквально от побоев мужа, но возвращалась к нему, так как у них были дети, четверо детей, ей некуда было идти. Почему терпят женщины? Это только потому, что женщины экономически зависимы. Как правило, женщины ведь рожают, они ухаживают за детьми, и, соответственно, они не могут в этот период работать, они теряют дееспособность, трудоспособность, так скажем, временно, и необходим еще какой-то источник доходов. Они не в состоянии себя буквально прокормить, одеть, тем более своего ребенка. Поэтому они вынуждены терпеть и насилие со стороны мужей. Вот люди часто говорят, если однажды муж поднял руку на женщину, то это может повториться. Так ли это? Или все-таки некоторым мужьям стоит дать второй шанс? Вы знаете, да, существует цикл насилия, к сожалению. Если насилие один раз произошло, оно будет повторяться. Даже если они приходят к перемирию, это временно, к сожалению, это может повториться. Тем более, если они обращались уже и в полицию, потом побывали в приюте. Ну, можно представить состояние мужа, конечно, он может на какое-то время успокоиться, затаиться, да. Но, к сожалению, нет стопроцентных гарантий в том, что это насилие не повторится. Маргарита, а как все-таки распознать мужчину-тирана? Можно ли, может быть, до замужества как-то это сделать? Если мужчина начинает очень контролировать женщину, просматривать ее телефоны и все ее, скажем, гаджеты, контролировать ее передвижение, общение, вплоть до того, что диктовать там дресс-код и так дальше, ограничивать там употребление какой-то пищи, не знаю, скажем, да. То, наверное, надо призадуматься и договориться хотя бы, если это возможно. Спасибо, Маргарита, за очень интересную беседу. А я напомню, мы говорили о бытовом насилии с Маргаритой Ускенбаевой, директором приюта для женщин.